Ребят, всем привет! С вами Яна. Я не психолог, я человек, прошедший абьюзивные отношения. Все, о чем я рассказываю на моем канале, это мой личный опыт, мои мысли и выводы. Данное видео записывать мне сложно, поскольку во время воспоминаний происходит ретравматизация. Я чувствую, что мне больно это вспоминать. Возможно, какие-то моменты я упущу, и мой мозг их даже не воспроизведет корректно. Я просто хочу рассказать о тенденции и приблизительном алгоритме, который будет использовать нарцисс, когда вас переведет в статус гаражного ресурса. Итак, добро пожаловать в гараж! С февраля 2022 года меня переместили в гараж. Естественно, поняла я это не сразу, поняла я это ровно через год, после того, как я сопоставила месяца его возвратов и время его ухода и количество, сколько он не был со мной. На канале у меня есть видео по поводу цикла нарцисса, можете посмотреть, это касается того момента, когда ты основной ресурс. В данном случае я расскажу о цикле, который происходит во время, когда ты живешь уже в гараже. В феврале 2022 года меня переместили в гараж. Февраль, март, апрель и часть мая человек жил у меня, пользовался моей жилплощадью и моей помощью в ремонте его квартиры. Что я имею ввиду под словом помощь, это дизайн-проект моей квартиры, это мои навыки с точки зрения и знания в плане технологии ремонта, мои дизайнерские или, скажем так, художественное мышление или просто чувство вкуса. Это все использовалось для того, чтобы облагоустроить его квартиру. Плюс я еще хочу сказать, что когда нарцисс поругался с новым основным ресурсом и в это время он возвращается к вам, ну вы же не знаете о том, что вы уже как бы в гараже, да? Вы думаете, что у вас просто такой был сложный период и вы расставались и вы хотите сейчас возобновить эти отношения. Вы видите, что он старается. В моем случае человек до этого, ну в предыдущие годы, мне все время говорил, что он не может меня забрать к себе, не может оформить эти отношения в плане брака, потому что у него нет условий для того, чтобы взять меня с детьми и перевести в достойное жилье. А сейчас он решился, у него появилась финансовая возможность и он будет все это приводить в порядок. Естественно, я как любящая, заботливая женщина, но это же делается для нас, на благо нашей будущей семьи. Я вовлеклась, полностью отдавалась этому ремонту, помощи ему. Это заняло 4 месяца, в общем, персонажа хватило на 4 месяца, под конец его начало уже плющить. Плюс, Рцисов очень задевает, когда вы в чем-то лучше его. Ему обязательно надо научиться у вас этому, узнать у вас всю информацию, все ваши знания выудить меньшим путем, потому что добывая знания самостоятельно, то есть через прочтение книг, через какую-то литературу, семинары, это достаточно энергозатратно. Они берегут свою энергию, они берегут свои силы. И получить от вас выжимку в виде вашего опыта предыдущего, это самый легкий способ получить ваши знания. Он у вас забрал то, что вы уже прошли, переработали, и он получил в виде каких-то очень маленьких готовых ответов, которые хорошо можно применить в своей жизни. Для того, чтобы быть более успешным, ну, естественно, выиграть у вас, победить, сделать у себя лучше. Еще самое интересное, после того, как этот человек закончил свой ремонт, он полностью обесценил всю мою помощь, все мое участие, и сказал, что, ну, ты-то деньги на это мне не давала, поэтому, а вся остальная помощь не считается, считается только финансовое вложение. И он это говорил настолько убедительно, что если бы я была, не была на тот момент так вовлечена, я бы, была бы посторонним человеком, я бы поверила ему, потому что он сам верил в то, что он говорил, что я ничего не делала, я ни в чем не участвовала, на закупку товара я с ним не ездила, хотя это все было неправда. Итак, он прожил у меня с февраля по май. В мае в конце под надуманным предлогом, что ему не постирали шоуточек, развернулся, ушел. Все лето он гулял, фестивалил, отдыхал. И в августе он пришел ко мне с предложением руки и сердца с кольцом и сделал мне предложение. Я не могу сказать, знаете, я даже не помню, что я ему сказала да. Я сказала, давай посмотрим, попробуем. Потом начался опять период качелей, то есть где-то середины августа, сентябрь, октябрь был период качелей. И в октябре он ушел. Весь октябрь мы с ним не общались. Потом он... Знаете, что еще хочу сказать? Прежде чем провести самую мощную утилизацию, нарцисс, его вот один из любимых трюков, когда он видит, что вы хотите уйти, когда вы уже готовы с ним расстаться, чтобы вы его не бросили первое, он делает мини-ловбомбинг, мини-шоу такое любовное. Он вас возвращает. И буквально потом, через некоторое время, очень жестоко отмораживается или бросает. В общем, он исчезает из вашей жизни. В моем случае тоже так было. В ноябре он феерически возвращается с хорошим подарком моей дочери. Говорит о том, что он все понял. Уже ремонт он практически доделал. Там осталось совсем чуть-чуть. И если бы ты вот меня не выгнала летом, а я так страдал все лето, я доделывал ремонт, тебя не было рядом, мне было тяжело, то вот сейчас вы бы уже могли жить долго и счастливо. Заметьте, это 22-й год. И после этого я возвращаюсь. И в начале декабря 22-го года человек мне говорит о том, что вообще-то у меня есть другая женщина, я не обязан участвовать в твоей жизни, и я ухожу. Это был единственный раз, когда он мне в глаза сказал о том, что у него есть другой человек. На что я сказала ему без проблем, почему ты не сказал раньше, зачем было так тянуть долго. Декабрь 22-го он уходит. Полгода практически о нем не было, не слышно, не видно. Живем мы, в принципе, рядом. И понять, что человек не проживает у себя дома, ну, элементарно. То есть я периодически мимо проезжаю, и это видно, что нет света, нет вещей, какие-то моменты такие. Но были незначительные пинки, были сообщения малым, как мама, там маме передать какой-нибудь подарок. По-моему, на 8 марта он это делал. И, естественно, я ему не отвечала ничего. И в мае 23-го года, через полгода, по всей видимости, когда там все окончательно у него пошло, не тем путем, он начал ломиться физически в мою дверь. После чего меня накрыл псих, я решила открыть канал, потому что больше сил терпеть это уже не было. Думаю, сколько можно недавно издеваться. И, собственно говоря, тогда и появились первые видео на эту тему. Для меня введение YouTube-канала – это своего рода психотерапия. Я рассказываю, и потом меня отпускают, мне становится легче. Предлагаю, я размещу под видео свой e-mail. Ребят, пишите, кому нужны консультации, кому нужна помощь. Обращайтесь, будем разговаривать, будем разбирать подробно уже при личном общении. Что дальше? После этого человека, я его не пускаю домой, я говорю о том, что не надо ко мне ломиться. Все. Еще знаете, к какому я пришла интересному выводу? Когда отношение с новым ресурсом на пике у нарцисса, он будет хорошо относиться к гаражу. Ну, хорошо – это относительно хорошо. Потому что самое худшее отношение всегда идет к основному ресурсу. Всегда страдает больше всего основной ресурс. Чем лучше он к вам относится, значит, на более высокой точке у него сейчас отношение с новым, новым ресурсом. Чем его интерес к вам угасает больше, здесь могут быть два момента. Первый момент – это то, что он видит, что вы выздоровели, и ему здесь ничем не подпитаться. А второй момент – этот новый, новый ресурс постепенно становится на ваше место, то есть на место отработанного старого ресурса. Он его плавно перемещает в гараж. Нарциссы понимают, что происходит с новым человеком, они понимают, что происходит с гаражным человеком. Они проходили это очень много раз. Эти реакции, они знают, если мы написали тем или иным образом, они знают, как мы реагируем. И в зависимости от нашей реакции, они уже понимают, что у нас в душе. Ну, душа, конечно, это громко сказано, им это… Они вообще об этом даже не задумываются. Мы для них функции, опции и дополнительные бонусы к их жизни. Мы нужны для того, чтобы облегчить их жизнь. Каждый человек закрывает какую-либо потребность. Но вообще, почему они уходят к новым ресурсам? Потому что это новые ресурсы. Они уходят за новыми навыками, за новыми знаниями, так как они не хотят обучаться, так как они хотят получать готовое сразу от нового человека в виде его жизненного опыта. Каждый новый человек, это за его плечами стоит жизненный опыт сложности и трудности. Как правило, нарциссы выбирают сильных людей, харизматичных людей с определенным стержнем, но тех людей, у которых были до этого травмы. И это такой интересный микс сильная, мощная личность с достаточно сложным жизненным опытом. И нарцисс это получает все в виде готовой выжимки. Знаете, это когда люди пишут конспект по какой-то очень полезной книге. Они ее переработали, они сделали свои выводы, а ты в конце пользуешься их результатами. Ребят, благодарю за внимание. Вам здоровья, любви и счастья. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok